Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут» в гостях у меня сегодня Игорь Евсюхин, директор мастерской шоколады ручной работы «Шокоруа» и Татьяна Сланецкая, бренд-менеджер компании. И вот все вот это вот великолепие на столе, за что вам, ребята, заранее спасибо. Расскажите, пожалуйста, что такое шокоруа? Ну, слово шокоруа, оно, в общем-то, трактуется как вольный перевод «шоколадный король». Если вольно перевести с французского языка, именно это, в общем-то, и хотелось донести нашим уважаемым клиентам, покупателям. Само слово, оно подразумевает уже какую-то элитарность, и тот шоколад, который мы предлагаем нашим покупателям, он действительно несколько отличается от общепринятых стандартов, которые, в общем-то, в большом количестве мы можем найти в наших магазинах. Но, по крайней мере, внешне это вот как бы можно заметить невооруженным глазом. Ну, кроме формы, здесь важно еще и содержание. К сожалению, порой за достаточно красивыми изделиями скрывается не очень качественный продукт. Наша продукция прошла сертификацию по ГОСТу, поэтому, покупая нашу продукцию, можете быть уверены в ее качестве. Сам шоколад мы, сырье, приобретаем в Бельгии, поэтому оценка качества этого шоколада прошла достаточно серьезную проверку, и надеюсь, что многие уже его и попробовали. Некоторые вот надеются, да, в предстоящем будущем, скоро. Вот скажите, пожалуйста, мастерская шоколада, ручной работы, да, то есть, видимо, это все-таки подразумевает не только то, что вот все это можно прийти и купить, да. Да, конечно. Можно посмотреть, наверное, еще. Мы предлагаем несколько вариантов сотрудничества, так скажем, с нашими покупателями. Это магазин, который находится на улице Советской армии, дом 22. Там вы можете посмотреть все, что даже здесь выложено, и посмотреть дополнительные какие-то. Но преимущество мастерской в том и состоит, что мы делаем эту работу индивидуально. То есть, к нам приходят люди, которые хотят сделать нестандартный подарок своим любимым людям, написать поздравления шоколадом на открытке, на конфетах, на любых изделиях, которые им могут понравиться. То есть, там же за стеклом это можно увидеть, как наши кондитеры-шоколадье выполнят это в очень короткие сроки. То есть, еще и при вас. Это можно сделать практически одномоментно. Все зависит от того, насколько человек задумался вовремя или нет. Поэтому это, наверное, достаточно большой плюс к тому, что человек может это сделать для своего любимого именно в том ключе, как он задумал. То есть, это практически сама испекла, а это сама слепила. У нас есть и такая форма общения, когда мы предлагаем мастер-классы, и группы наших уважаемых посетителей могут сами слепить и сделать фигуру шоколадную, побывать в шоколадном королевственной экскурсии, посмотреть и познакомиться с принцессой Чоки. У нас достаточно успешно проходит это взаимодействие. Очень много рязанцев и гостей города уже посетили эту экскурсию. Исходя из логики шоколадного королевства, многие узнали очень интересные факты, что же такое настоящий шоколад. Татьяна, про ассортимент расскажите, наверное. Ну, к подстоящему празднику мы предлагаем различные подарки. Но у нас представлен сейчас как бы не весь ассортимент, весь ассортимент, да, можно посмотреть в магазине. Но вот основные, да, к 14 февраля, вот и сердечки, валентинки, вот либо туфелька такая. Вот очень интересные зайчики с сердечком, да, к Дню Валентина. Можно сделать также индивидуальные надписи различные на сердечки, там пожелание какое-то, да, или что-то. Вот, и к 23 февраля мы предлагаем, ну, как вот мужчинам, погоны. У нас даже уже были заказы, погоны индивидуальные с повышением там званий, да, заказывают там. Помыл посуду. Да, помыл. Да, да, да. Вынес мусор маршру. Да, ну, такие как бы стандартные, да, вот можно там пистолет, часы или что-то, опять же, индивидуальное. Вот, к 8 марта мы, а вот еще у нас очень хорошая открытка, да, вот индивидуальная такая. Можно? Да, конечно. Такая вот открытка из шоколадной глазури, то есть вот сюда вот мы делаем на сахарной бумаге, либо можем фотографию размещать, да, либо вот любое пожелание там что-то к любым праздникам. То есть открытка, которую можно съесть. Да, 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 да. Когда плохое настроение, съедается все. Не рвать, да, а съесть. Да, ну, говоря вот как бы об индивидуальных заказах, да, вот то, что мы вот для вашей программы как раз сделали. Очень интересную такую книгу. Программа «Семь минут». Да. А, кстати, хотелось бы обратить внимание на наш подарочный шоколад «Рязань. Душа России». Вы знаете, родилась эта идея немножечко спонтанно, но она пришла к нам от мастеров, города Брюссира, города Побратима Рязани. Вот, поделились они с нами секретами своего мастерства, и родилась такая идея. И шоколад, который вы сейчас можете видеть на столе, вот, «Рязань. Душа России», он, наверное, будет хорошим, подспорьем, когда вы едете в гости куда-то в другие города, да, собственно, наверное, и тем людям, которые приезжают в наш город, это будет интересно. Шоколад там изумительный, пробуйте и наслаждайтесь. А вот расскажите, пожалуйста, сколько вот уже существует мастерская, и, может быть, какие-то самые запоминающиеся заказы у вас были, самые странные, я не знаю. Странные? Ну, мастерская... Ходи замуж. Да, индивидуальных заказов поступает, достаточно много, проекта вообще два года, два года. Он, конечно, не уникален в мире, и мы говорим, что подобного рода мастерские в Европе достаточно распространены, но для «Рязани» уникальный, в общем-то, проект, и я думаю, те, кто у нас побывал, все-таки понимают, как это может выглядеть красиво и здорово. Что касается подхода к клиенту, ну, мы развиваем и все-таки стараемся быть клиентоориентированными, поэтому все пожелания наших уважаемых посетителей стараемся учесть и любой каприз исполнить. Понятно, есть какие-то ограничения чисто технологические, но фактически вот такая индивидуальность позволяет исполнить любую мечту шоколадную наших посетителей. Но все-таки вот самое запоминающееся что-то было. Ну, знаете, к нам приходит, ну, достаточно много молодых людей, которые пытаются высказать свои чувства именно в такой креативной, нестандартной форме. Пишем на конфетах интересные послания, размещаем фотографии интересные. В общем-то, они достаточно индивидуальные, требуют какой-то обработки, осмысления, но искренность она всегда подкупает. Знаете, вот эти стандартные подарки, бегом-бегом купил что-то, что у всех, запоминается все-таки то, что сделано от души. Мы в свои изделия эту душу пытаемся вложить, поэтому, возможно, и подарки получаются интересные. А вот сколько времени в среднем нужно на изготовление, вот, например, вот такой вот красоты, которая у нас здесь 7 минут теперь реалистворяет. Я думаю, если не съедят, мы так и оставим. Хотя я смеливаюсь, что не съедят. Я предлагаю это съесть всей студии, попробовать, чтобы вы не только облизывались в эфире. С выходом каждого эфира будет кусочку откусываться. А мы изготовим еще. В общем, делается это достаточно быстро. В общем, у нас работает профессиональная команда, поэтому изделия выполняются в достаточно скором режиме. Все зависит, конечно, от какой заказ и что. Но, понятно, за час, за два это несерьезно. Но если человек придет к нам за сутки, за двое, мы однозначно поможем ему решить ту задачу, которую он перед нами поставит. Ну что ж, спасибо вам огромное за вот все вот это великолепие и хорошее настроение сладкое. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня были Игорь Евсюхин, директор мастерской шоколадо-ручной работы «Шокоруа» и Татьяна Сланецкая, бренд-менеджер. Это программа «Семь минут». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»